С вашего позволения перейду к следующему докладу. Энергосберегающий фармацевтический холодильный шкаф с функцией мониторинга. Андрей Брук, генеральный директор компании Карл Рус. Андрей, как мне сказали, вы только что прилетели в Казань и сразу к нам на конференцию, так? Как был полет? Вот панорама за мной, на его номер в гостинице. Не удивляйтесь, что я на фоне такой кровати. Перелет был прекрасен, я сидел в маске, в перчатках и всячески предохранялся. Вот о чем я хотел бы рассказать сегодня. Это задача и вообще эта проблематика, наверное, лежит чуть-чуть в стороне. Вот в целом проблематики АВОК, но именно чуть-чуть. Значит, энергосберегающий фармацевтический холодильный шкаф с функцией мониторинга и, собственно, сама система мониторинга холодильного оборудования и параметров микроклимата в здании под управлением автоматики Карл. Ну, вообще, в двух словах, да, Карл – это итальянский производитель достаточно широкого спектра компонентов оборудования для вентиляции, кондиционирования, холодильной техники. И, в частности, оно используется в медицинских учреждениях очень широко. Наиболее таким, наверное, знакомым являются увлажнители изотермические, которые мы уже много лет поставляем, в том числе и в медицинские учреждения. И в этом году у нас состоялся небольшой рекорд по объему таких поставок, вызванному строительством инфекционных больниц и других также больниц. И, в общем, наши увлажнители оказались очень востребованы. Чуть менее, может быть, известно то, что Карл поставляет автоматику для управления вентогрегатами и центральными кондиционерами. Это и контроллеры, и датчики самые разные. Также автоматику для управления холодильным оборудованием и, в том числе, вот теми самыми медицинскими и фармацевтическими холодильниками, холодильными камерами и другим специализированным оборудованием, содержащим холодильный контур. Ну и, наконец, Карл является поставщиком систем мониторинга. Для них характерен функционал любых SCADA-систем нынешних, более-менее современных. Это микроклимат в зданиях, это работа инженерных систем, их элементов, лабораторной и медицинской техники. Это также передача данных в сервисные компании и тому подобное. То есть, это полностью рабочие функциональные SCADA-системы, которые могут управлять и обеспечивать диспетчеризацию одного здания, группы зданий или системы распределенных объектов, скажем, медицинской сети, аптеки и прочие подобные вещи. Фармацевтический холодильный шкаф. Что мы сделали? Компания Карл разработала схему энергосберегающего холодильного контура, который я чуть позже скажу. И вот для того, чтобы в России продемонстрировать нашим заказчикам, нашим клиентам ее эффективность, мы взяли стандартный обычный холодильный шкаф, серийно выпускаемый заводом Полаер. Его аббревиатура звучит не очень трудно выговариваемо, SHF 05. Это серийный шкаф холодильный объемом 500 литров. Мы выполнили замену холодильного агрегата, стандартного холодильного, который ставится, это компрессор, который работает по принципу включено-выключено, термостат и другие компоненты, на инновационную систему HIZ, о которой чуть позже пойдет речь, которая была разработана компанией Карл. Мы при этом довольно тесно сотрудничали с питерской холодилкой, которая сейчас называется Мегафакультет биотехнологии и низкотемпературных систем университета ИТМО, для того, чтобы эти результаты, которые мы получили, выглядели наиболее нейтрально, неангажированно, и нас бы не заподозрили в заинтересованности или в подыгрывании кому-то из производителей. Сама по себе концепция HIZ включает в себя холодильный агрегат, выполненный на базе Билл-ДС компрессора, то есть компрессора с бесщеточным двигателем постоянного тока и с плавным управлением частотой вращения под управлением Карловской же автоматики. Включает в себя ЕЦ-вентиляторы, испарители и конденсаторы, включает в себя электронный регулирующий вентиль, электронный контроллер, разумеется, с карловскими алгоритмами энергосбережения, ну и как вишенка на торте, озонобезопасный хладоагент пропан. Это вот уже не совсем относится к его энергосберегающим функциям, но в целом идет в русле современных тенденций. То есть сюда включены все на сегодняшний день известные и коммерчески доступные формы энергосбережения. Вот они все реализованы в этом холодильном контуре. Ну и вот результаты оказались очень приятными, скажем так, для нас, отчасти даже немножко неожиданными, потому что результаты измерений показали, что мы экономим больше, чем в 2,5 раза электроэнергию у такого холодильника. Аналогичные результаты были получены и в заводских лабораториях завода Палаер, и завода Бирюса, которые также производят сходные фармацевтические шкафы-холодильники. Эти испытания были проведены независимо друг от друга и показали очень похожие результаты. Вот, на мой взгляд, об этом стоит задуматься, потому что это, помимо энергосбережения в самом медицинском холодильнике, это, естественно, уменьшение тепловыделений в помещении и снижение нагрузки на систему кондиционирования и вентиляции. То есть это вполне себе такая благородная задача была решена. Значит, его преимущество этого шкафа и вот этой новинки, помимо очевидного уменьшения энергопотребления, что понятно, это озонобезопасный природный холодагент, и это, наверное, самое главное, это встроенная система мониторинга, которая позволяет подключить этот шкаф к SCADA-системе без дополнительных каких-то усилий и получать онлайн достоверную и актуальную информацию о состоянии температуры внутри этого шкафа. Ну, помимо этого, его отличает несколько пониженный уровень излучаемого шума. Это, скорее всего, полезно и в целом, и для аптечных каких-то применений, где помещение достаточно небольшое, и вот по отзывам людей там работающих, к концу дня они от шума оборудования несколько обалдевают. Кроме того, тут вот появилось такое новое качество, возникшее из количества уменьшения энергопотребления. Такой шкаф может достаточно длительно работать об источниках беспребойного питания, то есть аккумуляторов, проще говоря, благодаря отсутствию пусковых токов у такого холодильного агрегата. И это дает возможность действительно резко повысить надежность системы хранения препаратов и в лечебных учреждениях, и в аптеках, и где бы то ни было. То есть при пропадании питания шкаф, тем не менее, может продолжать работать. Ну, вдогонку появилась совсем такая идея, выглядящая пока что фантастикой. По такой прикидке энергобаланса, для питания этого шкафа достаточно солнечных батарей, солнечных панелей размером примерно с этот шкаф. То есть возможно, наверное, создание полностью автономного холодильника, который будет работать в чистом поле без подключения к электричеству вообще. Ну и вот теперь о той самой системе мониторинга и о том, почему это важно. Вот на днях проскочило такое заявление от руководителей здравоохранения Москвы, что применительно к вакцине от коронавируса в Москве создана наконец-то полная холодовая цепь, начиная от производства вакцины, включая транспортировку, включая развоз по медицинским учреждениям и так далее. Это здорово, что так оно происходит теперь. Но, к сожалению, как и везде, это всегда упирается в последнюю милю. То есть это упирается в то, как это хранится в аптеках и в специализированных медучреждениях. Значит, на сегодняшний день, к сожалению, регистрация осуществляется так же, как регистрация уборки в общественном туалете. Есть листок, на котором ответственная за это медсестра расписывается два раза в сутки о том, что все хорошо. Она туда записывает показания температуры, которые она считывает с контроллера холодильника, и вот считается, что этого достаточно. Этого недостаточно. То есть на уровне, так сказать, рассуждений все с этим согласны, но на уровне нормативных документов пока понимания нет. Так вот, этот энергосберегающий фармацевтический холодильный шкаф имеет все возможности для подключения его в систему мониторинга, как я уже сказал, без дополнительных усилий. Это делается либо через блок мониторинга, либо через приложение для смартфона. Но так или иначе, он позволяет мониторить эти параметры. С июня прошлого года два таких шкафа находятся в опытной эксплуатации в Северо-Западном центре доказательной медицины, используются для хранения реактивов и медицинских препаратов. К системе мониторинга подключены два шкафа с энергосберегающей системой, два стандартных шкафа, ну и два датчика температуры и влажности в лабораторном зале для контроля параметров микроклимата. Мы благодаря этому можем видеть температуру в охлаждаемом объеме, параметры работы агрегата, ну это для анализа, наверное, сервисными компаниями, так и для конечного пользователя это не нужно. Полезной является функция монитора напряжения питания электросети, которая позволяет при выходе за нормативные режимы, то есть при отклонении от 220 вольт слишком сильным, сообщать об этом. Тревоги по превышению заданной температуры, внутренней неисправности холодильного контура и так далее. И прелесть состоит в том, что все это передается, ну во-первых, техническому персоналу самой клиники, а во-вторых, сервисным компаниям, которые осуществляют сервис, в том числе и холодильного оборудования. По совокупности своих качеств, это на сегодняшний день действительно без всяких, без ложной скромности, действительно передовое изделие на нашем рынке, да и не только на нашем. И его уникальность для нас состоит в том, что он действительно позволяет осуществить полный мониторинг холодовой цепи в хранении, в распространении медицинских препаратов, что является на сегодняшний день недостижимой для массовых применений в лечебно-профилактических учреждениях. Вот так, например, выглядит неплотно закрытая дверь холодильника. То есть вот здесь препараты в течение примерно двух часов находились при температуре гораздо более высокой, чем требуемая. И контроль вот такой вот на бумажке утром и вечером, даже если он ведется честно, никак не показал бы этого в реальной жизни. Ну, мне тут уже пора, наверное, закругляться потихоньку. Это мониторинг параметров микроклимата в лабораторном зале, влажность и температура. Ну, здесь, в общем, все традиционным образом происходит. Сам блок мониторинга, вот он обладает такими функциями. Поподробнее, если будет желание, можно побеседовать отдельно на эту тему. Ну, и вот он позволяет не только единичное здание или объект мониторить, но и группу объектов, которые связаны каким-то, в том числе сервисной компанией общей, или это группа одинаковых аптек, или это группа медицинских учреждений. В общем, вот он позволяет строить некие сравнительные, и сравнивать какие-то параметры, где хорошо, где плохо, и, соответственно, задуматься на тему о том, почему хорошо или плохо в одинаковых местах. Спасибо за внимание. Очень интересно, особенно по сохранению вакцины. Да, сейчас много на эту тему заточено усилий всяких, но смысл состоит в том, что сейчас технология, вот наша, по крайней мере, позволяет подключить к уже существующей SCADA-системе или системе диспетчеризации больницы, подключить вот такие холодильные шкафы без дополнительных усилий. И быть уверенными, что то, что вам колют, или то, что вам капают, или то, что вам дают в виде таблеток, хранилось при правильных условиях. Спасибо большое за ваш доклад. Извините, что я кашляю. Очень надеюсь, что вы будете участвовать в наших следующих рекомендациях. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.